сейчас я проверю как он запустился и мы им поделимся и потом я нажму кнопку запись сейчас пока можем болтать наверное у меня написала что от тебя прямая трансляция да я хочу сейчас зайти на страницу свою так где тут поделиться то а вот ссылка так включить зал ожидания не надо вот ссылка есть ссылка я сейчас скопирую и размещу у себя на стене и ты тоже можешь разместить на стене как держи я кстати ты видишь уже да что в личке она началась можно же прямо вот этим поделиться вот психологически болезни понял как сделать я не поняла добавить к себе подожди не то что ли да и сделал нет вот он у меня появился группу создал и вот мы два человека сидим сейчас подожди так на своей стене вот можно поделиться поделиться ну-ка посмотрим могут ли к нему присоединиться сейчас вот у меня он на стене появился life есть life идет теперь он не появится тебе надо тоже поделиться этой записью либо взять ссылку на эту запись сейчас я тебе прямо ссылку дам давай ссылку на запись дам так сейчас не сделать надо на свою стену заходи и вот она ссылочка отдельно и скидывал тебе прям видео скидывает да видео скидывает можно сделать как можно видео нажать и там есть поделиться и прямо на своей стене поделиться я сейчас отредактирую там запись есть такой подожди настолько ссылки демонстрация экрана смотреть видео вместе открыть чат так у меня появилась на стороны это на странице да как теперь включаетесь по ссылке вот так наверное надо будет давить ну-ка ну-ка мой эфир психосоматак мой эфир давай его тоже сейчас оформлю ты можешь просто скопировать себе да и вот ссылочка давай тебе этот текст копируем у тебя появилась на стене на стене да есть эфир запись и тело так иду к тебе проверяю да а ты прям поделилась моей записью нет лучше поделить лучше видео добавить к себе вот прям нажми на видео на странице а вот где угодно но нажала 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 есть там добавить к себе его поделиться трансляции качество скрытые рекомендации пожалуйста отключить уведомления нет нет ничего такого поделиться трансляции а вот просто ссылку знаешь вы просто ссылку на видео скопировать и прямо к себе на стену его добавить он у тебя добавится как твоим постом то есть не репост делай а прям свой пост репост то нахват вообще не набирает так просто ссылку на само видео вот прямо вот видео которое те скину и как будто бы ты поздно вы размещаешь берешь свою страницу так короче смотри я ссылку скопировала сейчас что делала создать запись и ссылочку туда добавить чтобы он как бы к видео прикрепил мы сейчас уже в прямом эфире к нам уже подключаются наверное люди но ничего сейчас мы быстро все это сделаем с тобой так ну смотри я сделаю с эфиром тоже видишь поделиться эфиром то есть там будет вот это видео ну смотри посмотри у меня вроде нормально сейчас сейчас гляну на твою страничку зайду ссылка есть видео есть два супер теперь сделай редактировать этот пост ничего сейчас разберемся и вот поставь туда какой-нибудь вот такой текст ему просто редактировать потом отредактишь как захочешь сейчас наша задача начать вот у нас уже подключаются ребята сейчас мы начнем это только от редактики чтобы в посте было понятно чтобы когда пока мы ведем на это уже не отвлекаться так же как у меня можешь сделать просто какая-то ничко карте ничко я просто скопировал что тут ссылки 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 вот смотри ссылка на этот на видео потом твой текст подключайтесь к прямому эфиру по ссылке ссылка приглашением звонок да все поехали начнем если что можно начинать смотреть получается с 8 минуты практически да получается да окей давай начнем вели на и начинай давай сегодня на мы решили с михаилом провести прямой эфир и поговорить о психологической стороне появление болезни а кто с нами еще не знаком давайте познакомься пару слов скажу о себе я врач терапевт массажист с опытом более девяти лет и своей практике я использую ручные техники такие как висцеральная терапия кинезиология остеопатия и множество еще других давай слово передаю тебе пару слов о себе благодарю меня зовут михаил киль мне совок один год я считаю себя таким исследователем в области вообще потенциала личности человека его психологии и в частности смотрю на три вещи это на тело душу ну и соответственно на ментальный аппарат то есть на психику в этих трех аспектах я соответственно работаю с людьми есть знания системно-векторной психологии телесно-ориентированной психологии танцентальной людической психологии изучая беды психосоматика ну так косвенно скажу потом это также ценностно-ориентированная психология техники возврата управления но еще много разных других техник то есть я такой смотрю что есть работает и соответственно беру себе на вооружение есть знания в нлп и знанием гипнозе но если вкратце вот помогаю людям до прожить их легендарный опыт вот так скажу помогаю людям прожить более лучший сценарий жизни вот так скажем классно я помогаю физически так что я хотела знаешь в общем ко мне приходят пациенты я выделила получается несколько болезней даже групп наверно который объединяет болезни и это самые частые и хотелось бы их рассмотреть психологической точки зрения то есть как физиология протекает как симптом протекают это это я знаю и мне очень знаешь понравилось когда я работала с пациентами и делала с ними то есть подключала свои какие-то знания в плане психологии был очень классный эффект когда допустим ну например до человека человек пришел у него там не знаю дельтовидная мышца вся забитая очень есть такая там триггерная . и когда ты ее нажимаешь человеку адски больно и при этом подключаешь с ним разговор с психологической точки зрения так скажем и он вот это вот все высказывает не . какая-то негативная эмоция у него застела вот вы именно в теле в этой области и когда он ее выплескивает то этот этот реку прям за что к растворяется и человеку так легче воду типа а что действительно я могу там шевелить рукой это блин очень круто вот поэтому я решила выделить пару заболеваний думаю мы с тобой их разберем и потом я еще посмотрела комментарии ну что было интересно людям я думаю что если у нас станется время мы с тобой еще разберем многим я постаралась ответить со своей точки зрения и видела что ты ответил тоже со своей точки зрения вот так давай перейдем к заболеваниям там и встречающиеся это заболевание желудочно-кишечного тракта мои знания в том что каждый отдел допустим кишечника до или каждый орган он отвечает за какую-то эмоцию ситуацию поджелудочная железа она связана тем что проявляется в виде как аллергии да что ты можешь добавить с точки с психологической смотри авелина вообще тут можно очень сильно глубоко посмотреть еще и на психотип человека то есть примерно 26 процентов населения земли обладают но склонностью к этому заболеванию не зря же говорят что кишечник это второй мозг книга очень крутая доступная для всех очаровательный кишечник называется очень рекомендую ее почитать изумительная книга но такой прям научно-популярным языком написано от ученого и расстройства кишечника в том числе могут быть вызваны разными причинами если мы говорим про психосоматику то это действительно может быть все связано там с той же молод хари например с чакрой которая находится примерно в районе копчика то есть где у нас родные органы находятся где у нас кишечник выходит и чаще всего эмоции которая там сблокирует энергию и застревает собственно потоки этой энергии а соответственно происходит болезни это краски мод страх причем связано в основном с такими базовыми потребностями и как жилье еда на что я буду завтра покупать там чего-то и так далее и так далее если говорить про репродукцию она тоже частично связано с этим потому что я вот смотрел очень многие там задавали вопрос про бесплодию ладно туда тоже за и заглянем дело в том что женщине очень важно получить самое главное это чувство защищенности и безопасности вот если женщина это от мужчины получает но она как горит расцветает да она начинает раскрываться расслабляться да у нее вот начинают входить зажимы потому что она чувствует что она вот под защитой то же самое кстати дети детям тоже важно от родителей это получать если ребенок начинает там как-то себя вести капризничать что-то еще вот надо сюда в первую очередь заглянуть как мы себя с ним ведем как с ним себя ведут в садике или в школе так вот чувство защищенности безопасности по сути если я этого не чувствую даже подсознательно я могу никак в жизни я могу думать что у меня это есть но подсознательно это не чувствую мужчина например ну не приносит там как сказать мамонтов дом в должном количестве и я то ощущаю если я ну я себя на место женщины ставлю и подсознательно я не хочу рожать ребенка то есть на физическое вроде как хочу но на самом деле не дает мне это делать потому что нет вот этого чувства защищенности и безопасности но прежде чем мы с тобой эвелина пойдем разбирать болезни я бы очень хотел поделиться некоторыми моментами предварительными те кто смотрел до этого момента и досмотрят пожалуйста посмотрите весь прямой эфир целиком чтобы не было вырвано что-то из контекста потому что бывает что кто-то промотает услышит что-то и потом будет вот это этим как говорится апеллировать где-то в каких-то моментах прошу пожалуйста досмотрите до конца и я постараюсь лично от себя дать трансцендентальные знания что это значит это значит что я попробую вам дать картину мира шире чем наше тело потому что с точки зрения даже той же аюрведы у нас есть шесть этапов болезни то есть любая болезнь протекает по шести этапам я сейчас немножко мне их расскажу и без знания этого мы всегда видим физическое проявление болезни а это примерно третий четвертый этап потому что первый этап он это как раз таки испытание какой-то негативной эмоции дальше от этой негативной эмоции остается отпечаток отпечаток в подсознании например человек обиделся и ну раз обиделся 2 обиделся ему не рассказали как с этой эмоции работать до ему не рассказали как правильно дальше после этого поступать и человек вошел в привычку обижаться это стало его чертой характера то есть он заложил очень сильно отпечаток и вот эта обида потом будет постоянно постоянно у него культивироваться соответственно или гнев с разницы да какая эмоция и у него начинает появляться привычка гневаться или там раздражаться например а привычки они формируют характер и дальше это второй этап развития болезни дальше уже на третьем этапе идет как правило сбой гормональной системы тут может уже как раз таки щитовидка лететь и так далее и примерно вот на этом этапе врачи еще могут определить ну если мы заранее так скажем под придем к врачам да там и проверимся там анализы какие-то сдадим но как правило люди приходят на четвертом этапе это когда на вот на теле выскакивает что-то да какие-то проявления и мы приходим к врачу врач нас спрашивает там когда вы заболели мы говорим ну там 5-10 дней назад да но на самом деле болезнь могла зародиться и 10 лет назад и 15 лет назад вот с той самой полученной эмоции которую человек правильно не переварил не прожил не не прочувствовал сразу скажу так нет хороших или плохих эмоций когда мы говорим негативно это не значит что и не место в нашем мире эмоции мы должны испытывать все абсолютно всю гамму весь спектр просто мы боимся какие-то эмоции испытывать или пытаемся себе вот так вот короче задавить и задержать их там не выразив так выключу все пятый этап это как правило хроническая болезнь а они тоже лечатся с точки зрения западной медицины ну нет вроде как все хронический гайморит все живи с этим и шестой этап это неизлечимая болезнь то есть принципе любая болезнь может пройти вот от первого этапа до последнего шестого и болезнь это реально сигнал этого это как вот говорит синельников да возлюби болезнь свою это реально вам просто сигнал на то что вы делаете что-то не так а либо вы не восстанавливаетесь либо вы питаетесь неправильно либо вы идете против своей дхармы даже да тоже сегодня об этом поговорим поэтому досмотрите эфир до конца кому-то он поменяет точку зрения кому-то он изменит парадигму и может даже кому-то спасет жизнь реально говорю потому что даже у меня уже были онколог онкобольные которых онкология пошла в регрессию начала короче уходить дальше еще я не психосоматолог у меня нет этой специализации я свое время не пошел в эту сторону в глубину в будущем я планирую это изучить но я понял что локально решать проблемки да вот у меня болит локоть и мы начинаем там причинно-следственную связь смотреть я понял что если по причинно-следственной связи уйти это всегда на уровень тонкого тела мы придем вот грубое тело это вот этот скафандр да я уже по-моему говорил на эфире про счастье там немножко разбирать тонкое тело это ментальный аппарат как устроена моя психика ум разум эмоции вот это все относится к тонкому телу и допустим да вот пример такой аналогии когда я надел скафандр у меня там не знаю вдруг над начал воздух выходить какой-то из дырки я пытаюсь дырку залечить потом из другой дырки начнет воздух выходить я пытаюсь ее тоже скотчем замазать а причина может вообще ну не здесь не на уровне скафандра а где-то там в давлении до в давлении кислорода начинали из давления кислорода она может у меня быстро заканчивается почему да потому что внутри астронавт волнуется стрессует да и начинаю просто кислорода больше потреблять это вот такая аналогия поэтому я понял что я смотрю чуть-чуть поглубже и это можно сравнить как знаете как вот современную медицину наверное и людей которые хотят решить какой-то вопрос болезнью они же хотят все как они хотят вот боль убрать страдания убрать для чего чтобы нас чем-то наслаждаться но это как сорняк просто взять и срезать если не до велена если не вырывать с корнем не не смотреть глубину или поздно этот сорняк прорастет пример онкологию тоже спрашивали тоже затрону я всегда сразу спрашиваю про мясо это в основном с едой связано до вопрос но еще если мы уж говорим что с обидами что с гневом потому что это две эмоции до крайних обида нас мы как бы отстраняемся гнев мы наоборот как бы проявляем этого тирана это это эмоции зачастую тоже приводят к онкологическим заболеваниям и человек может пойти химиотерапию сделать до какие-то применить лекарства и действительно может регрессия наступить но есть своем мышлении не поменяет образ уклад жизни не разберется своими эмоциями не начнет опять же правильно чувствовать этот мир то вопрос времени когда болезнь вернется и может быть даже еще в обостренной форме вот это я пояснил почему да там но я их асоматику сильно не лезу потому что в принципе вижу что корень причина всех эмоций грамм и главное что дать нужно человеку это правильно управлять своими эмоциями правильных проживать и чувствовать и в принципе у него начнет распутываться жизнь дальше пожалуйста никаких домыслов не делайте и исключите сперва какие-то видимые факторы ну условно если у вас отсутствует рука вряд ли там усилием воли и какими-то практиками мы ее отрастим соответственно бесплодие да и отсутствуют яичники вряд ли получится да там каким-то за способом зародить ребенка но можно поставить протез мире огромное количество детей которые ищут своих родителей пожалуйста посмотрите на этот момент то есть исключите физически когда вот ну физический момент вот когда уже совсем там чего-то отсутствует в это посмотрите то есть иногда банан просто банан да не нужно там как-то в глубину копать дальше обязательно рекомендую посмотрите то есть причины болезни очень много я сейчас всех называть не буду но одна из них это может вам прилететь по карме это реально так если человек не следует своей дхарме то есть если он например не понимает что он ложка и не следует да вот как бы ну таланты не раскрывает как ложка пытается стать вилкой ему всячески будет жизнь преподносить уроки вначале простые потом все серьезнее потом может болезнь начать это как говорят да начали там начнут забирать что-то из внешнего мира там отношения деньги какие-то имущества потом уже к телу подберутся а потом может и вообще вплоть до летального исхода если там человек к 40 годам не определился там у него может уже начаться очень серьезные проблемки на уровне здоровья дальше откройте пожалуйста свое сердце впустите то что мы с ювелиной будем сегодня говорить прошу прямо пожалуйста откройте сердце откройте разум потому что многих может тоже отвести от эфира по той простой причине что может помочь не нужны эти знания и вот вас по карме надо чтобы там свои болезни побарахтались такое тоже может быть вот и самое главное я никого никогда не отпускают без подарка я всегда делаю щедрые подарки и в конце его тоже сделаю каждый кто-то смотрит напишет под постом эвелины свой большой какой-нибудь комментарий от сердца и под моим постом то есть под обоим видео можете просто продублировать да взять написать или линии мне продублировать или мне написать или линии продублировать я потом обязательно просмотрел и каждому выдам подарок это такая вот водная часть давай вернемся теперь к болезням да давай давай я к тому с чему там начали говорить про жкт мы начали говорить ну как я построила цепочку жкт обменные процессы обменные процессы гормональные исходы и постепенно как раз таки вот уже затронули много тем по поводу от онкологии бесплодия да там вот и еще про гипертонию я хотела и боли в спине поговорить потому что ну тоже связано с психосоматикой чаще всего люди бывают ну как они принимают таблетки на постоянной основе да если взять гипертоническую болезнь и живут так всю жизнь свою прямая горсть таблеток но я считаю как бы дело совсем другом потому что даже если ему разблокировать шею да с помощью массажных техник у них уже давление ну как бы уходит дальше если она снова появляется тут уже надо рассматривать страны и другой тип почему она проявляется для чего она вообще приходит то болезнь слушай ну вот я не знаю как быть здоровым человеком без осознания духовного мира и осознание себя душой я правда не знаю потому что если мы будем сейчас смотреть на уровне физики все рассматривать и решать на уровне физики а в глубину не за не не заглядывать а мы опять же ну получается корни не затронем вообще причинами болезни что у нас является негативные эмоции это наша тема второе это неправильное питание и это второе третье что у нас бывают вирусы какие-то там ранения инфекции да там то есть что-то из не занесли а четвертое это перепады резкие какие-то например мы из какого-то холодного климата приехали в супер жаркий климат или наоборот или например очень резко поменяли уклад например там взяли и резко с мяса соскочили вегетарианство у нас тоже все сыпаться вот это четвертая причина пятая я бы здесь заглянул прямо карму прям посмотрел бы это потому что для кого-то это может быть очень супер чем-то необычным сейчас информация но у нас есть душа вернее даже не так не у нас есть а я душа я душа вели на душа я не знаю тут насколько люди верят в это не верят я сразу скажу что я на веру не воспринимал я все это проверял и исследовал если кто-то захочет углубиться в это он однозначно найдет подтверждение тому что да действительно есть духовный мир есть душа которая обладает определенными качествами и душа пришла за опытом в это воплощение и бывает так что в каких-то прошлых воплощениях например она получила соответствующий опыт а в этом воплощении ей нужно пережить ну например сострадание и это сострадание может выразиться в том что и вот этой душе или сестры нужно прожить рядом с больным там братом ухаживая за ним и вот это ее будет ну не то чтобы предназначение но как некая дхарма там и и там их много разных понятно что у него будет тхарма по как это связанное со служением то есть какой-то работой с какой-то деятельностью да карма с какими-то родственниками и так далее и когда вы это знаете у вас будет уже успокоение уже будет понимание для чего мне это болезнь потому что не рождаются полностью инвалидами другие рождаются там золотой прищепкой на носу и а почему а почему и мы можем физическом мире долго искать и ответы и не найдем их никогда ответы кроется именно там понимание что я есть душа вот поэтому здесь бы я порекомендовал прямо ну таких легких две книги это вот синельникова возлюби болезнь свою и книгу радикальное прощение которая тоже может пояснить этот момент на прям пояснит этот момент для чего мне это пришло ответ на вопрос почему у меня вот то что сегодня происходит со мной откуда это есть еще третья книга эта книга вообще может вас от всех страданий избавить и от болезни в том числе потому что наш материальный мир это болезни это страдание в конце концов смерть как бы мы не бегали друзья мои мы не убежим от этого нас рано или поздно это настигнет и болезни настигнут и смерть настигнет единственное что мы можем продлить это молодость если нам суждено в бедах говорится что он что есть пять вещей которые они предопределены с рождения это время рождения это время смерти это знание это образование богатства и есть такое понимание что мы можем продлить жизнь если ну нам если мы не если мы не не исполнили свою миссию и эта миссия очень важна этой планете этому миру этому человечеству тогда да нам могут там сверху накинуть еще каких-то годков жизни но прям супер продлить не получится сократить до получится если нам отведено 8 условно то 80 лет мы можем прожить но если мы там будем извиняюсь стрессе постоянно находиться жить как-то неправильно питаться неправильно спать неправильно ну вопрос мы будем это сокращать раньше врач он прям сразу и я тоже с этого всегда начинаю я спрашиваю как ты питаешься как ты спишь и восстанавливаешься я сразу расспрашиваю простой уклад жизни потому что без понимания трех энергии материальной природы вообще бессмысленно с болезнями работать ну например если человек по ночам работает а спит днем но у него психика очень сильно страдает человек там ложится не знаю там час ночи встает 6 утра и сразу же сигареты начинают да чтобы стресс свой вот этот закурить не выспавшийся такой бежит на работу ну блин если вот этот вот не поменять тут ходит за практикуйся хоть какими таблетками там лечи его легкие просто вопрос времени а все на чего началось стресс да неправильный неправильный сон получается неправильный распорядок дня это вызывает стресс психика постоянно нарушена у него соответственно начинает закуривать или заедать да пожалуйста большинство причин там ожирения лишнего веса это тоже все стресс то есть легкий просто через еду человек получает но вначале опять всегда была какая-то эмоция поэтому сразу залез питания и в сон если там косяки ну как бы давай начали там решать потому что это база я таблетку не даю я всегда работаю с причинами а все хотят решить да вот так вот локально дайте мне таблетку температуры а то что вас и не извиняюсь там у тебя вообще другом месте поэтому когда я начал читать наши комментарии твои свои другие и прям смотреть что люди пишут я понимаю что ну знание вот этих у людей нету нет знания этих никто не дает к сожалению и даже если смотреть на современную медицину почему такие узкие специализации у людей наша жизнь не такая уж большая сейчас что там 60 70 до 8 лет кто-то до 100 максимум доживает да мы там не говорим про старожилов каких-то уникальных личностей 120-130 а вот ну реально статистика 60 70 лет есть периоды и они будут потому что все циклично в этом мире мы сейчас живем в эпоху калиюги у нас очень короткий самый короткий период жизни но было время когда люди жили там 1000 лет 10 тысяч лет и 100 тысяч лет и тот же врач или единственно представьте он должен быть и психологом он должен знать все анатомию человека он там входил ваше питание то есть все что связано с питанием все вот современные возьми там диетология нутрициология там ничего там только не нету он же и травматолог он же и фитотерапевт в общем это да чтобы это все изучить и конечно он комплексно решал сейчас там локоть болит идешь и начинаешь тут невролог но нет вроде не то тут вот этот врач вроде не то тут вот это блин тут к этому очень сложно очень сложно со сном я так скажу на есть периоды с 10 с 8 до 12 ночи получается 8 вечера 12 ночи когда наша психика отдыхает идет сильный огонь пищеварения но нужно не для того чтобы переваривать еду нужен для того чтобы переваривать эмоции и дам такой даже лайфхак я его всем даю если ты например в течение дня сегодня получил там сверхвысокий стресс какой-то в аварию попал там на работе как-то тебя там наругали с близкими поссорился очень рекомендую лечь до 9 часов в период с 8 до 9 для того чтобы переварить это потому что мозг наш он тоже вырабатывает токсины и важно эти токсины тоже переваривать поэтому хронический недосыпь это ну прямая дорога в этот под крышку гроба тем более женщинами надо спать дольше например чем мужчина еще аскетичный образ жизни могут вести могут пораньше вставать мужчина ой женщинам надо подольше спать это что связано со сном просто рекомендую тоже поизвечать эту тему с питанием я не знаю насколько вот надо сейчас это разбирать или не надо глубже пойдем в сами эти основы возникновение питание нам все люди знают что надо соблюдать питание и тут уже у каждого свой выбор то есть либо он соблюдает либо он где-то не соблюдает по питанию давайте есть две книги если кто-то захочет в это углубиться очень рекомендую одна книга от нобелевских лауреатов эффект теломер называется двух биологов не помню кто они еще в общем кандидатами медицинских наук нобелевскую премию получили за эти исследования которые они в этой книге описывали и книга не сдохни я по-моему тоже рекомендовал чем они хороши тем что они полностью раскроют тему связано с питанием с онкологией и вообще 15 самых популярных болезней а собственно ты их перечислила вот когда мы с тобой общались по поводу эфира перечислили наши подписчики и друзья кто написал у нас комментариях они абсолютно в эти в эти в этот список ходят 15 самых распространенных болезней первое там это от сердца умирают люди да там сосудистых заболеваний и показал как это связано с едой может за счет только еды просто реально можно поэтому мы можем тут долго тут говорить психосоматику на есть человек с питанием не разберется ну свидание кишечник до свидания сосудов свидания все остальное мы то что мы едим и это в первую очередь еды касается и информации которые поглощаем и всего остального ладно давай дальше про стресс кстати хотела дополнить правильно сказал да стресс да у нас там все рушится и такое даже это очень сильно влияет стресс потому что там уходит желчный пузырь и спазма и нарушает вся моторика пищеварения вот это я хотела дополнить давай так узнаю будем не будем разбирать то что тонкий кишечник отвечает за что-то новое если толстый болит это значит держится за что-то старое будем такое обсуждать или я очень долго думал когда готовился кофе на самом деле можно ведь любую болячку свою просто взять и погуглить ну реально можно можно погуглить психосоматика добавить и принципе посмотреть и исключить эти моменты а чему нужно дать конкретно практичная я вот от себя чего могу дать скажу я могу немножко рассказать про всем энергетических центров и какие эмоции в основном блокируют их и как можно это ну это исправить ну вот в целом рекомендую всем эту историю изучить это никакая не эзотерика абсолютно такая нормальная тема вот об этом могу поговорить о чем могу еще поговорить просто я конкретно прям сильно болезнь это вряд ли разберу но с точки зрения психики да если идет нарушение как правило идут какие-то спазмы стресс испытывают люди в основном вот именно с проблемами кишечника это с анальным вектором пусть вас не пугает это название раз уж мы тут такие темы обсуждаем есть такой вектор он связан с определенными качествами человека и соответственно эти люди они очень близко все к сердцу воспринимают они очень такие сердечные и вот кишечник раз это их одна из эрогенных зон на прямая кишка у таких людей либо за поросами появляются да это одна сторона спас по спазмируется либо наоборот то есть жидкий стул да вот по нос там я не знаю вот все вот такое да там раздраженность синдром там дырявого кишечника как говорят и так далее вот это все одним людям относится это связано со стрессом все верно просто причину надо стресса тогда смотреть элементарно даже банальность банальный вот такой пример семья муж жена у них есть кошка кошка постоянно гадит мимо этого лотка жена ее любит безмерно а муж вот он все время такой вот знаешь типа блин блин он любит женой поэтому молчит вот это вот раздражение все время но у него накапливается и зажирает ну не зажирает смысле а заглатывается и это вот может годами пока вот этот джип пока он это делает и она потом представляете выходит раздражение например на коже виден за или там виде прыщей то есть у кожных людей в основном на коже вот кожные болезни поэтому если кожник убирает стресс у него уходит как правило болезни кожи ональных людей до запорами связанная близорукость она тоже может быть психосоматическая я тому пример у меня зрительный вектор у тебя тоже зайти вели на есть и например потеря какого-то близкого человека или животного в детстве трагичный случай зрительники они прямо эмпаты они такие эмпатичного чем люди а ты такая вот они эмоциональные люди и потеря может ну восприниматься ними им ими очень близко трагично и у них наступают близорукость либо близорукость может наступить там вследствие того что человек просто не хочет видеть дальше своего носа ну типа зачем тебе тогда дальнее зрение начинает улучшаться понятно что можно и на деньги как бы за телевизором его за месяц да испортить однозначно как мы это не исключаем тем не менее тем не менее даже у таких казалось бы ногу сломал где тут психосоматика да ну давай посмотрим а в момент перелома где ты был до момент перелома где ты был о чем ты думал был ли ты в настоящем они прошли в будущем так что ну давай знаешь тогда давай пройти 7 энергетических поговорим потому что но это понимает с чакрами тоже связано ты же про это в постонародье это чакры это тоже из вед я у меня все так или иначе завязано на ведах а вот но при этом я люблю науку и просто вижу что в в науке огромнейшее количество подтверждений они ну корнями веды для меня это просто доказательство что веды это что-то нечто нечеловеческое что-то данная нам сверху как некая инструкция то есть это не книга какая-то веда их там просто ну их за жизни прочитать все вот и чакры а это всем энергетических центров их по моему даже 11 то есть есть еще там на ментальном уровне но если на уровне тела чтобы вам просто было понятней их 7 основных первое там уладхара он на уровне копчика как раз с которого я начал а и в основном его блокируют эмоция страх как я уже сказал это вот какие-то базовые потребности то есть связаны с финансами жильем с питанием и сейчас мы видим что происходит в мире и конечно уладхара скорее всего она страдает практически у всех у нас потому что нет вот этой внутренней опоры на мы все время ищем ходим по психологам по тренингам потому что нет внутри чувствовать что начал опереться а хочется опереться поэтому изначально я рекомендую всем изучать духовные знания для осознания себя душой потому что уходит самое главное страх у тебя реально появляется бесстрашие потому что душа она обладает тремя качествами тремя энергиями это сад читананда и сад это вечность говорит советов душа никогда не возникала не возникает и возникать не будет и ты не возникай шутка если чего вот и когда ты реально осознаешь себя душой понимаю что ну все успеешь до оставишь это тело до как рубашку поменяешь на новую уходит страх а вместе страхом уходит огромное количество болезней но опять что тебе суждено отболеть то ты отболеешь в любом случае и вот чтобы муладхару сбалансировать на этом уровне нужно почаще соприкасаться землей побольше ходить босиком соприкасаться с природой прям гулять например природе напитываться об этом очень много говорит олег геннадьевич торсунов у него вообще все четырьмя моментами излечивается это молитва это непрерывная ходьба или бег это статические упражнения и посты периодически да хотя бы раз в недельку попаститься все это чтобы вы понимали гениальнейший врач который там тысячные залы собирает и вот этими четырьмя штуками сейчас излечит он просто читает людей может по-любому сказать что у тебя за болезнь почему она у тебя и до чего на тебе такие вот у него сверхспособности от бога гуляет насыщаться воздухом горе лес помогают здесь то есть как это говорят заземлись вот кстати варикоз как как по психосоматике это тоже как некая варикоз плоскостопия как некое недоверие некое недоверие к этому миру некая вот тоже как это не соединенный с землей не соединенный спаснет как будто фундамента вот нет внутренней опоры вот этой есть дальше если смотреть по патчанковой системе следующая у нас идет с ватхистана она находится чуть ниже пупка взять чуть ниже пупка как раз живота в основном и здесь ее блокирует эмоция стыда еще раз они это не значит что нужно стыда там страница или страха страница нужно еще раз все эмоции нужны они нам очень важны и страх а мы должны его испытывать просто если он постоянный да если он такой вот животный то это приведет в итоге болезни то же самое стыд например не стыдно проявляться до быть таким какое есть часто нас детство начинают же ставить какие-то рамки ты мальчик тебе нельзя плакать и девочка ты должна быть такой ты должен 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 тебе вот это нельзя не и не кричи и пошли и погнали погнали все все больше и больше рамок а как на меня посмотрят и человеку стыдно потом что-то делать стыдно проявлять какие-то эмоции даже а вот это вообще большая проблема когда я не проявляю эти эмоции и человек по сути не может жить той жизнью которую он хочет и обычно как я уже сказал это закладывается с детства здесь одну простую мысль то что это моя жизнь и не имеет значения вообще как на меня посмотрят говорят что там на смертном одреда многие жалеют о том что не жили так как хотели и сейчас начать проходить через эти страхи до внутренние и пофиг как на меня посмотрят люди сторонятся этих страхов годами но сама эмоция она длится от 20 секунд до двух минут представляете вот если дать ей позволение раствориться в теле вот испытать эту эмоцию это очень важно я на своих там консультациях прям людей учу по новой испытывать эмоции и растворять их да мне страшно но это старо чего страх чего-то нового до выйти там на сцену например или я этого еще не делал поэтому это неизведанная территория но я знаю что страх я уже испытывал уже несколько раз и это ну вообще не убивает меня страх как эмоции это дает топливо потому что любая эмоция это прежде всего топливо для движения да и это еще навигатор он нам показывает куда идти да то есть она страшно страшно интересно значит надо туда идти и значит там моя зона для зона роста вот это легко конечно сказать да но тем не менее мы тут не можем вам дать каких-то супер техник практик но немножко пробежимся может даже я полностью что-то да а давайте я вам дам очень крутую медитацию она у меня идет 2 даже она у меня идет в курсе моем внутри как раз таки по высвобождению эмоций по высвобождению обид каких-то вот залоза зажеванных непрожитых о точно давай вот это дальше да она связана как раз таки с женскими заболеваниями дополняю потому что ты врач я же всех этих деталей могу не знать вот ко мне все таки обращаются ну вот с этим да а к тебе все таки с более какими-то физическими появлениями поэтому конечно конечно дополнять вот вторая чакра она как раз таки отвечает за женское здоровье когда она заблокирована это могут быть кисты миомы пошло-поехало все верно третья чакра она чуть выше пупка находится это манипура и ее часто блокирует чувство вины вину нам тоже обычно прививают с детства по сути почему там все техники все какие-то тренинги и так далее не так или иначе затрагивают тему с родителями да там надо простить родителей надо отпустить обиду потому что родителям она закладывает характер а то что такое это такой образ мыслей неких убеждений никого мировоззрения исходя из которого а у меня возникают эмоции которые побуждают меня к действиям а действия но ведут к результату и этот характер вот этот образ мыслей он закладывается в основном родителям то есть те ролевые модели с которых мы берем да как нам в мире проявляться то есть мама и папа поэтому собственно туда в основном и идут все техники практики но я так скажу если вы будете изучать священное писание неважно в какой вы конфессии находите библию каранта хагагават гиту это вообще книга номер один на сегодняшний момент в моем топе книг никогда бы не подумал что книга по священным писанием станет книгой номер один но она теперь у меня номер один и по психологии номер один по личностному росту номер один по взаимоотношениям номер один по мироустройству я не знаю что там много чем можно перечитать одна книга это как врата вот в этот мир который прояснит вам все и изучая вот эти священные писания у вас будет полное понимание да а для чего мы такие родители даны у вас даже вам даже их ну как говорится прощать не надо будет то есть у вас это вообще отпадет вы поймете что эти родители даны на вам наилучшим и наивысшим образом для того чтобы вы испытали тот опыт который вам необходимо было испытать и все что с вами сейчас происходит оно происходит наилучшему и наивысшему для вас сценарию вот книга это как раз таки это проясняет и да вину тоже нам обычно закладывать с детства или скажем на государственном уровне могут заложить например в советское время там прививали чувство вины да там и не смотри как там живут а я нельзя высовываться общество вот так живет они так в общем много каких-то таких ограничивающих тоже убеждений было и человек тоже не может проявляться то есть он испытывает вот это чувство вины и чувство вины это вообще как маленькая атомная бомба то рано или поздно взорвется то есть она как подлодка которая тонет и рано или поздно утонет если есть желание жить так как я хочу до работать так как я хочу там делать то как я хочу то для этого важно вот это вот чаку сбалансировать как необходимо развивать разум есть у нас ум а есть разум я не знаю надо ли сейчас эту тему раскрывать наверно не стоит сильно сильно нет потому что она очень глубокая ты же помнишь если прощайся смотрела ее прям этот это целый пласт двумя модулями и рассказываю себя на курсе поэтому это большая глубина но кстати если мы подчиним свой ум если мы его очистим теми же техниками медитациями правильным образом жизни питанием я вам отвечаю у вас на уровне физики процентов 90 95 болезни очень многих уйдут почему потому что а он по сути нами управляет он управляет нами и он управляет вот как раз таки через эмоции нравится не нравится понравилось не понравилось но его контролирует разум если разум слабый соответственно ну жизнь будет так себе ну реально так себе поэтому надо укреплять разум а потому что именно он отвечает за возможность понимать и принимать решение и когда человек там например ну как-то себя ведет безответственно это значит меня просто разум слабенький то есть например того я не знаю как это произошло какая-то случайность или я не виноват в этом да там вот я страдаю почему страдаю не понимаю почему это моя жизнь пришло это значит что не хватает разумности то есть разум слабый и нет понимания причинно-следственной связи и здесь важно укреплять разум чтобы укрепить разум нужно изучать авторитетные источники я сейчас очень ревностно отношусь к тому что входит в мою голову вот реально же книг огромное количество важно понимать я даже знаете я специалистов я выбираю духовников то есть у меня вот у самого не зря написано духовный психолог коуч можно было просто психологу очень ставить но я духовный потому что это в моих моих консультациях первично то же самое если я обращаюсь человеку например астрологу я еще духовного астролога кто кто там ведет к богу да там по духовному пути почему потому что он в первую очередь мая причину а все остальное это уже но внешние проявления там моего тела то есть у меня вначале душа на мою душу насадили ментальное тело аппарат моим разум и потом далее физическое тело физическому телу зависимости от качеств души и от и зависимости от того опыта который важно прожить дали таланты далее психику она у нас всех разная кто-то приспособлен больше для одного кто-то для другого ну это тоже как можно к талантам отнести ну и дальше уже набор каких-то качеств до национальность там какие-то болезни вот это все-все-все-все что у меня от рождения в виде генов короче мне досталось она тоже соответственно нужно укреплять разум авторитетные источники что еще желательно конечно с наставником каким-то то есть если идти куда-то за знаниями очень важно чтобы эти знания прояснял человек потому что можно читать например просто библию можно читать библию с человеком кто ее понимает глубин надо и следует этим заповедям можно изучать веды но интерпретировать их по-своему и авторитетные источники это то что я называю передается от под по цепи ученической да там от учителя к ученику без искажений без искажений изучать священное писание очень рекомендую когда давать где-то прямо взять и изучать очень сильно гармонизирует вашу жизнь давай пойдем дальше в общем укрепляйте разум разум основан на знаниях поэтому чем больше у тебя знаний тем больше у тебя будет включаться разум меня например какой-то момент жизни читая книгу я понял что я 7 дней 7 дней уже не ем мясо рыбу и яйца хотя я не хотел у меня не было желание бросать да у меня не было какого-то там ну типа сейчас я перейду я просто вдруг увидел что я не ем я понял время пришло все то есть у меня разум укрепился я понял что все дальше буду продолжать раз сейчас это пришло то же самое было с алкоголь то же самое было сигаретами сейчас там у меня предпоследний пост я работаю с мужской привычкой такой очень чепетильный но тем не менее который очень много энергии забирают да там рукоблудия и это же у меня разум укрепился я вдруг увидел что ну то есть я держу там целебат уже 8 или 9 день и не хочется и нет желания и то есть укрепился разум поэтому укрепляйте разум разум вас приведет вместе с умом конечно тем целям тем хотелкам к той жизни которую вы хотите у нас дальше идет сейчас посмотрим она как раз таки тоже отвечает за заболевание жкт поэтому у нас вот от муладхары пошло и виде тонкого кишечника толстого кишечника вплоть до горла вас почему его и называют вторым мозгом кишечник второй мозг я даже скажу что а некоторые суициды возникали от того что был сильнейший дисбактериоз кишечники казалось бы как это связано вот так вот связано человека нарушения в жкт в итоге приводили вот не значит что суициды это причина жкт нет но вот связь есть дальше что у нас идет у нас идет а анахата она у нас находится в районе груди солнечное сплетение где солнечное сплетение здесь блокирует конечно же обида когда мы обижаемся храним эту обиду и в первую очередь конечно обида убивают ее носителя потому что чтобы простить кого-то нужно в первую очередь простить себя это я к тому как вообще работать с этим потому что мы носимся мы что-то сделали не так и мы вот тебя корим за это уничижаем самооценка от этого падает а самооценка ведет за собой сразу же сбой гормональной системы мужчин например тестостерон падает основной гормон низкая самооценка низкий тестостерон низкий тестостерон низкая энергия низкая энергия все полетело там все остальное все взаимосвязано поэтому простить в первую очередь себя да за каждое действие которое совершали в жизни чем можно простить но можно тут дать здесь наверно первую очередь нужно осознать что то как вы поступили мы говорим вот если бы я вот по-другому поступила если бы вот так вы на самом деле не могли по-другому поступить потому что вы поступили именно так как поступили если бы могли вы бы поступили по-другому это очень важно осознать а значит вы сделали самое правильное на тот момент действия и важно просто себя за это простить вот вы идете своим каким-то путем он вас ведет и вам нужен был этот опыт вы его совершили и хватит жить вот в этом в прошлом до важно уже просто его отпустить и начать жить уже настоящим на и двигаться будущем потому что вот эти вот витания после каких-то обидах он меня что-то сказал я бы ему вот так сказал я бы вот так а он вот так это значит что вы живете не настоящим вы не живете настоящей жизнью а это значит что вы вот можете вот так чай пить и его мозгами где-то быть там и вы даже вкус чая не почувствуете банальный пример но вы также можете вообще всю жизнь пропустить кто-то в прошлом кто-то в будущем да а в настоящем это значит что не в бытие я не здесь и сейчас да многие говорят быть здесь сейчас мало кто бывает здесь и сейчас все основном либо в прошлом либо где-то в будущем быстрее там заработать как я там буду дальше жить все такое но не не наслаждаются тем что происходит сейчас не успешно это первый признак того что он беспокойный ум находится в гуне страсти до хочу 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 быстрее-быстрее-быстрее быстрее-быстрее-быстрее надо 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 сейчас надо достичь и той цели на достижет у assunto и это тоже в итоге болячки выпадают а он в гуне страсти он тоже в каком-то легком стрессе это значит что человек просто определенных вещей не знает он хочет все успеть хочешь все везде спешит спешит да вот время деньги короче такой весь прям надвижен просто нету тоже понимание кто на самом деле ну то есть он себя отождествляет с телом там с какой-то профессия возможно с каким-то там материальным миром но не осознают себя душой если осознает опять же от страх того что я что-то не успею он уходит ты понимаешь что у тебя вся вечность впереди ты все успеешь ну реально все в этом мире все контролирует некое высшее существо да и вот когда я отпускаю этот контроль да у меня даже зажимы вот эти уходят я расслабляюсь зажимом кишечники зажимы уходят спазмы кита уходят даже лицо расправляется да там мужчины человек начинает вообще по лицу можно и потому как человек тело как это сказать в пространстве до видео ну то есть как он ходит как он одержит тело мимика можно вообще процентов 80 сказать какие у него болезни не был врач ой врач говорю преподаватель по электротехнике 2004 году он шесть предметов вел и он еще был главным йога мудмурти очень такой внешне старый человек но у него глаза молодые живые видно было что в нем жизнь просто молодого человека и он как начал гитяге могу в принципе сказать вот по лицу какими вы болячками живете мы такие ну давай типа проверим тебя и он первым начал выговаривать второму третья такая нет стоп не надо ну то есть мы все поняли те как бы расшалела смотрели там видимо подружка знала какие у той болячки своих и не уже не хотела выдавать вот так что да по телу человека тело но выдает на же психика связано с телом и в ту сторону и тело вам никогда брать не будет поэтому надо довериться телу и такие эмоции реально дать раствориться прожить и это же болезнь это реально сигнал даже на уровне физики чоу ты делаешь не так остановились может и реально просто не высыпаешься не доедаешь да и ты думаешь спешишь сейчас вот я так вот проживу месяцов потом отдохну да нет и так всю жизнь будет жить это уже твой образ тебе надо сбалансировать гармонизировать иначе это рано или поздно тебя приведет к истощению к выгоранию и пошло поехало те кто кстати спешат у них щитовидка чаще всего проблем бывает да а есть еще помнишь я тебе сказал из анальные люди есть кожные люди вот их там 8 векторов я все не буду разбирать но их сочетание есть и вот подкожник это тот кто как раз таки время деньги это вот они они в спорте продвигаются в бизнесе а них они у них гибкое мышление они к изменениям очень легко адаптируются эти люди они легко обиды забывают анальники наоборот у них память сильная они все помнят соответственно и обидчивы они обидчивее чем те тех как с гуся вода говорят эти прям будут таить и заболевания у них тоже будут соответствующие да если например эти два вектора в одном человеке сочетаются а то представь вот он например ему надо сфокусировано какую-то задачу сфокусировано делать решать а он по-кожному мельтешит что-то с одного на другое прыгает или наоборот ему по-кожному надо переключаться а он стрессует по-анальному ступор впадает как изменения и вот получается у таких людей аритмия сердце например часто развивается потому что то ускоряется то замедляется то ускоряется замедляется это все тоже взаимосвязано поэтому очень рекомендую психику изучать свою в частности дабы понимать себя что я за аппарат такой как мне вообще в этом мире жить потому что когда я осознаю что я душа я осознаю какое у меня тело какие-то не таланты какая какая у меня тхарма какая у меня карма все ну как бы живешь и счастливо живешь и все распутывается ну как ну уходят вот это вот все вот эта психосоматика на реально уходит и поздно если мы говорим про она она хату не только себя но и каких-то людей на кому мы держим обиду и простить это не значит что с ним вам нужно общаться это не значит нужно выстраивать с ним близкие отношения простить это значит отпустить эту обиду изнутри чтобы она не пожирала вас не сжигала у меня тетя от обиды от онкологии за год умерла ну мамина сестра получается тетка же водяна до от онкологии подруга у нас там родители мои дружили семьями вот одна из семей там тетя таня она тоже за год сгорела от онкологии в обидах страшнейших жила то есть это это сигнал просто сигнал и можно в принципе любую даже неизлечимую болезнь развернуть можно не значит что излечитесь но можно можно потому что раскаяние искреннее раскаяние она вообще она она отпускает очень многое но высвобождает очень много эмоций ненужных которые вы с собой держите есть такая практика ой сейчас я попытаюсь выговорить ее хона моно пона от хона моно пона как-то называется гавайская практика я немножко сейчас слова путаюсь у меня она переделана она называется зеркало эта практика где которую делал азиат один психбольницы он делал где прям неизлечимые больные были и он нашли причинно-следственной связи того что когда он просто на карточку клиента больного делал эту практику он увидел что и больные начали излечиваться и санитарии вообще обстановка в больнице начала улучшаться там было просто прости меня да я очень сожалею я благодарю и я тебя люблю вот эти четыре фразы я эту технику могу дать на ней она несложная но это не значит что выдал вы такую что-то сделали плохое и такие ой прости меня да я больше так не буду это действительно должно произойти внутренней искренне раскаяние раскаяние прям сильнейшее должно произойти но эта техника просто изумительно ну меня там собой людей она в принципе ну так так плюс-минус по всем чакам может вам пройтись смогу дать да могу дать и это же могу дать простить еще раз это не значит до выстраивать теплые отношения с обидчиком это значит отпустить вот эту боль дать возможность вот этому энергетическому центру производить опять энергию потому что тело человека состоит из пяти элементов огонь вода воздух земля и пятый элемент это правда эта энергия у нас везде течет энергия она есть во всем живом вот когда например яблоко берешь и она увядает это значит из него правда уходит когда она начинает гнить так и тело человека мы стареем все бренно все временно морщины появляются значит правда начинает уходить это можно даже на уровне психики заметить когда ты молодой у тебя повышенная тебе все хочется на все движухи согласны два часа спал кофе встал побежал у тебя метаболизм вообще шикарно работает там уже начинается на диванчик полежать это и не очень не хочется куда-то ехать да то есть мартида начинает преобладать это реально так потихонечку начинает уходить и метаболизм он падает получается примерно на 7 10 процентов каждые 7 7 8 лет следующая чакра то у нас вишутка она находится в районе горла и здесь энергию мы блокируем когда обманываем себя я не скажу что это связано с какой-то эмоцией а это в первую очередь связано именно с самообманом и вообще с обманом до обманом других людей а сама обман тут я немножко шире затрону это то что мы делаем все постоянно мы врём сами себе мы смотрим на какие-то вещи на людей и обманываем себя что все будет хорошо все наладится все порядке хотя первое правило излечения любой болезни призначит и болен вот если я признаю что я алкоголик это уже 50 процентов успеха это значит что я ну дальше что-то буду с этим делать потому что я признался если я сам обманом занимаюсь но о чем мы тут говорим да и можно так пол жизни промучиться потому что подсознательно мы будем например думает что тот человек с кем я живу ну он просто как бы нормально все с ним вот у него судьба хотя это может быть психически больной человек реально с которым невозможно там отношения выстроить но я буду при этом себя оправдывать да или но всех же бьют как бы бьет значит любит но условно такие какие-то вещи и здесь первую очередь нужно перестать обманывать тебя смотреть на вещи правильно трезво и это называю гиперреализм это то что может спасти вообще каждого я всегда говорю что вот если взять какой-то совет универсальный который бы избавил бы от всего от всех страданий от всех болезней и привнес бы счастье гармонию в твою жизнь это принимая мир таким какой он есть каждый момент скрути ожидания в ноль и научить смирению смирение принятия вот вот и все ну то есть гиперреализм это значит что все что происходит ну а ну как бы ну это мир такой она может быть своей реальностью не сталкивается поэтому и происходит да вот эти вот страдания у нас что я ожидал чего-то это не соответствует моим ожиданиям соответственно я начинаю страдать на свое здоровье например трезво посмотреть да там на ментальное состояние трезво посмотреть здесь поможет искренность то есть искренность она реально может спасти искренность она вообще очень крутая вещь такая что искренность короче самим собой вот так уж как вы это будете прокачивать это я даю на волю каждого да но это очень важно потому что если я вру себе это значит я поживание свою жизнь в себе это значит я выбираю то что не соответствует и например не моей природе и я таким самообманом могу себя просто до ручки довести выбрать нелюбимую работу ради денег и все там в итоге через 10 лет остаться у разбитого корыта потому что я хотел быть там художником работаю сварщиком условно говоря как-то так так чем пойдем дальше да давай дальше как раз таки всякие ларингиты танзелиты тогда да 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 если например болезнь горла там хронический танзелит это может человек просто не проявляться как хочется да а это тоже ну с другими чакрами тоже в принципе может быть взаимосвязано не проговаривать что-то элементарно я бы я хотел проговорить но замолчал на у человека есть три проявления животных это бей беги замри есть человеческое проявление и важно по-человечески да человеком сесть обсудить проговорить с пониманием что он душа я душа найти компромисс и так далее но мы чё мы либо чаще всего либо убегаем да а если нас нападают либо объем в ответ агрессию какую-то проявляем либо ступор впадаю меня обьюзида я молчу 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 потом к кипятильник у меня взорвется на так что у нас там дальше какая у нас чакра на ком остановились на горловой анахата я забыл какая у нас там дальше от аджина по моему давить у нас вот тут аджина и сахасхасхара вот здесь вот у нас вот честно я уже не помню а конкретно ну вот здесь я точно знаю что все как говорят все болезни от ума а соответственно здесь беспокойство ума какие-то не определенные определенности в жизни ну например тебе надо было поговорить с человеком и не поговорил и вот носишь с собой вот это вот у тебя раз шум появился там тебе надо что-то решить какую-то задачу тоже с человеком а ты боишься идти на конфликт вот еще одна неопределенность и вот эти неопределенности они начинают как шумом вот таким бетономешалкой вот тут вот у тебя бегать все и начинается колонны боли начинают виски стягивает там мигрени вот это вот все она тоже как правило связано с этим дальше у нас идет сахасхара это у нас имечка это у нас соответственно энергетический центр который связан с неким высшим я и здесь я бы советовал опять же просто начать следовать духовному пути это не значит что сейчас давайте пойдем церковь пойдем в конфессию я сейчас не об этом каждый по нему начинает двигаться там со своей скоростью со своего отрезка но это очень важно потому что мы связаны с этим миром вот таким вот треугольником где вверху у нас находится верховная личность виде бога вот в этом углу у нас природа мы с природой взаимодействуем перед это все что все нас окружает а здесь я я вас природы и взаимодействую по законам кармы как она на меня влияет так и я на нее бог влияет на природу по законам времени но природа на него не влияет а я с богом то есть бог посылает мне только одну любовь реально так солнце светит это проявление бога да мы же почему-то не спрашиваем почему она светит в травах полезные вещества находятся то есть если вот так вот посмотреть вокруг здесь любой то есть у меня тут такой мир шикарно устроен и во всем есть любовь вода течет такое красивое небо солнце светит кто-то же это все устроил на но мы как бы воспринимаем это как должное а хотя это все любовь а в обратку вот это как раз таки то что я и называю духовным путем это бхакти йога еще называется йога любви высший из йог это мои взаимоотношения с высшим разумом да то что находится ведра говорится в районе сердца поэтому говорят там по сердцу отклик по сердцу там сердечно и так далее у нас душа тоже где-то здесь находится здесь же находится параматма то есть мы соединены с богом он нас никогда не покидал но мы его да мы от него иногда отворачиваемся иногда вообще забываем про него и поэтому страдания то и возникают мы вот пытаемся найти счастье во внешнем она уже тут есть я это не смогу вам словами передать это 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 качество души как я говорил сад чита нанда и ананда это это блаженство это наше качество блаженство мы хотим быть счастливыми это наша природа но про счастье это ладно это я уже говорил не будем сейчас повторяться а ну вот это вот соединенность с неким высшим я с пониманием что этот мир нечто больше чем эта планета да и этот материальный мир она действительно успокаивает гармонизирует и выстраивает вообще практически все вот это если вкратце понятно что в этом можно углубляться поэтому есть целое обучение но блокировка эмоции они какая конкретно даже блокируется в каком-то теле я на практиках своих и вы это можете отследить на 3 психологи делают когда испытать какую-то эмоцию визуализирует как она выглядит какого она цвета где в теле она у тебя находится тоже очень важно и прям можешь ощутить действительно у в горле может комок там появится или в районе здесь до грудь сдавливать потому что вот энергетический центр был заблокирован в виде там обиды например да и вот надо ее потом подоставать поэтому правильно ты говоришь выговорился человек вроде да уже уже даже проговором сделать терапевтическую какую-то полезняшку себе ну много да кстати вот я проводил такое своими пациентами именно в плане да пишите боль какая она какого цвета какой формы и знаешь это на этапе ощущений тоже чувствуется то есть ты когда заходишь человека руками да допустим я чувствую это как-то там допустим не знаю ну например в виде какого-то не знаю бруска и и я свои ощущения считываю да и что говорит в этот момент человек и это так тоже знаешь интересно они тебе примерно то же самое пишут то что это что-то прямоугольное там такие-то там шероховатости и так далее и когда начинаешь их продавливать они таки так вот я сейчас чувствую что она становится меньше и там кого куда-то у кого-то не считать и когда ты начинаешь копать глубже типа с чем это связано ну то есть органы они сразу же с эмоциями вот начинаешь копать а что а что именно было какой был какая была предыстория и когда они начинают такой рассказ кто-то плачет кто-то не знаю там наоборот радуются что его отпускает и что у него там все размякло но это классные очень такие штуки когда от именно работаешь так с акцентом на ментальном уровне у тебя отложился отпечаток в нем заблокировались эмоции которые ты тогда испытал а и важно их высвободить если тебя там условно говоря почему практики ретриты всякие работы там люди орут где-то да где-то там через гвозди они все так или иначе вот косвенно пробиваю там вот эти вот чакры эти нет и центре через как раз высвобождение вот этих эмоций а забиты они как раз таки потому что ну блин потому что потому что вот так воспитали потому что вот там где-то родители там где-то общество там где-то что-то еще эмоции это ночью первая причина первая причина всего мы через эмоции познаем этот мир вот представьте какая-то одна эмоция буквы блокируете все вы себя лишаете от того сценария положительного который бы ну для вас да там провел бы вас по более благостному пути до этой жизни почему ну потому что страх нормально испытывать нормально но ты не испытывая его лишаешь себя какого-то опыта нового соответственно двигаешься вперед то же самое там пристыдили тебя в детстве на сцене а у тебя это печатало сильнейшим образом да там загнобили тебя на сцене и все человек талант запечатал и не идет потом в эту глубину все вся жизнь на из на перекосяк идет поэтому дети это вообще это такой знаете как как хрустальная ваза с ними надо очень бережно нужно быть для детей вот тем контейнером до принимающим контейнером которому они подойдут и могут вообще чего угодно вам вывалить тут никаких осуждений ничего тут надо просто принять переварить да и дать наставление дать указания как мудрый родитель но эмоции нужно забрать на там то есть ребенку нужно дать это чувство защищенности безопасности когда у него эго здорово и тогда он уверенный тогда он сильный тогда проявляться в жизни будет не бояться ошибаться да там что на него кто-то пальцем покажет то есть он будет воспринимать нормально это все а мы вот покалечены с детства да потому что но никто нам знание эти не передавал нашим родителям не передавал и вот генеалогическому дереву да там нам эти убеждения установки там какие-то болезни даже передаются порой родовые реально даже так вот а там спрашивал помню в комментарии там надо глубоко глубоко заводить но на самом деле вы все это можете отключить реально вот абсолютно любую проблему болезнь и так далее можно нивелировать всю эту карму можно подключать просто начать духовным путем потому что духовный путь это у вас там вот эти три качества начнут раскрываться сад чита надо на самом деле ведь не хотим умирать мы не хотим болезнь человек это но сигнал что вот уже на теле что-то начинает хромать да а душа она она вечно она на самом деле умирать не хочет нас этим не соглашается то есть на уровне тела мы понимаем что мы умрем но где-то внутри мы с этим не согласны почему-то когда кто-то из родственников ну не важно родственников просто человек какой-то болел от онкологии в четвертой стадии вдруг умер а мы это знали мы такие да как так то как так то я и говорим так хотя мы понимали что но он туда идет но внутри какое-то несогласие с этим это как раз таки потому что мы внутри так как душа действительно вечный но мы обусловлены этим телом обусловлены телом и поэтому ну вот идет вот такая вот такой дисбаланс а когда я понимаю что корень внутри душа на который вот это все одета тогда все начинает гармонизироваться и разворачиваться и причинно-следственные связи любой болезни можно реально отследить очень важно еще такой момент я не знаю нас уже полтора часа невозможно тоже вылечить болезнь без понимания гон материальной природы я по-моему тоже затрагивал на фире со счастьем нет эту тему есть три вида энергии гуны они называются гуны переводятся как веревки которые а как вибрации работают гуна страсти или благость ой гуна благости до сатва гуна гуна страсти раджас гуна и гуна невежество тамос гуна это называется и все с чем мы соприкасаемся обладает этими гунами любая информация еда вода изображение фильмы книги люди разговоры музыка все обладает вот этими тремя энергиями например мат это гуна невежество мат разрушает мат реально разрушает и на уровне психики он наносит увечья и тому кто его произносит и тому кому произносит не зря говорят слова можно вылечить и можно и убить это реально так поизучайте труды гораева который показал как лингвистические там полные восстанавливают облученные семена растений представляете облучили семена а потом три дня на них транслировали слова такие как любовь там благодарность на трех разных языках благостные какие-то слова и семена восстановили геном и потом поросли удивительно ну или там великая тайна воды посмотрите там тоже этот вопрос поднимается очень интересно музыка да можно же разрушающую музыку слушать с такими деструктивными словами это будет закладывать вам пятки а можно такую позитивную созидающую благостную какую-то музыку слушать и да она тоже то в этом же находится соответственно если человек находится в том месте приходит врачу мы с ним решаем проблему его виде болезни но если он там оси находится так он рано или поздно и вернется обратно к этой болезни поэтому даже западная медицина она убирает симптом только более по сути даже западная психология убирает симптом более а надо убрать симптом надо еще корень и вот корень то как раз убирается с пониманием этих вот я вообще не знаю как без них без понимания этого ну что-то менять жизни невозможно невозможно правда говорю поэтому очень рекомендую почитайте книгу время блэк то наш русский психолог очень известный очень талантливый три энергии называются так и называются три энергии очень легкая кайфовая книга вообще обо всем взаимоотношениях о питании одну то есть она показывает через эти три энергии как разные сферы нашей жизни какой энергии что находится даже благотворительность в этих трех энергиях может быть можно кинуть мелочь пьяница да и это будет благотворительность невежестве потому что он пойдет и выпьет на эти деньги и ты только усилишь его страдания вот и гуны я не знаю тут мы вряд ли все раскроем но я прям рекомендую потому что это тесно связано с мышлением это тесно связано как раз таки с установками с образом жизни жизни укладом и без понимания очень тяжело вообще с болезнями работать и вообще гармонизации жизни без понимания форнография там боевики и ужасы это тоже все отпечатки остановка оставляет и вот а потом эти отпечатки нами управляют то есть чем больше у меня невежества в моем уме тем больше я буду поступать как невежа вот и все чем больше у меня воспоминаний каких-то таких негативных чем больше я общаюсь с какими-то людьми деструктивными тем больше у меня будут всплывать какие-то такие вот не очень качественные моменты которые будут побуждать меня действовать поэтому надо больше благости в свою жизнь приводить привносить утра это благость там растительная пища это благость музыка созидающая благость медитации благость заниматься духовными практиками благость ну и так далее и так далее массажи благость это терапия там да да какие-то ароматы правильно гармонизирующие арома масла там тоже благости могут быть люди да которые тебя окружение которые тебя либо наверх да ты перенимаешь их качества и следуешь за ними очень важно смотреть за кем ты следуешь поэтому я говорю я обращу у меня ролевые модели это все люди связанные с духовным миром даже если они миллиардеры у них на первом месте бог стоит например мусульман санцинбаев миллиардер казахский мусульманин истинно верующий у него на первом месте бог потому что если на первом месте бог все остальное на своих местах будет а уж под богом тут каждый свое наверное поймет да потому что нас разные люди посмотрят с тобой она каждый у него верит просто по-своему кто-то в абсолютную истину кто-то в бога в некий вселенский разум да там поэтому гуны это такая штука которую я прям рекомендую изучить одно только это понимание может многих болезней отвести мы молитва молитва самое сильное например да вот по бесплодию говорилось мы сказали да убрать страх чувство защищенности и безопасности должно быть понятно что дети рождаются лучше чтобы они рождались любви то есть чувство защищенности и безопасности и для женщины и для ребенка для его пространство где он появляется базовые потребности да понятно что отсечь какие-то на уровне физики но элементарно может быть такое вот вам по карме не положены дети вот представьте такое может быть но это не значит что все ну теперь у меня такая карма по путу страдать всю свою жизнь без детей первое молитва делает просто невероятные вещи я серьезно сейчас говорю просто невероятное я не прошу не верить я прошу проверить и молитвы я и подразумеваю не то что типа да не боже пожалуйста вот это мы же такие молитвы в основном читаем господи дай господи дай 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 как это как будто он не знает что нам дать нужно но какая-то вот искренняя молитва где ты прославляешь имя бога начнет творить реально чудеса твои именно конфессии иисусова молитва прославление 99 имена аллаха если мусульманс ты иудаизм я не знаю посмотрите а в айшнавизме и и ведах это махаманта а и кришна искренние раскаяние и молитва и если бог это увидит ну может такое случится что он скажет ладно я вижу что ты действительно этого хочешь что ты раскаиваешься если твой запас благочестия позволяет он может дать тебе и брак если он тебе был не положен и ребенка если он был тебе не положен то есть можно поменять любую судьбу поэтому торсунова там например во всех лекциях а он врач еще раз он прежде всего врач друзья мои он гениальнейший талантливый врач он с 23 лет собирал залы и врачевал людей у него на первом месте молитва она там просто ну невероятные вещи решают почему потому что даже на уровне физики она на уровне ментального тела начать ум это как 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 медитация повторения то есть очищает ум начинает он гармонизироваться даже уже это терапевтические эффектами остальное это уже за гранью физического мира вот я уж тут этого раскрывать не буду но тем не менее просто хотел бы вот не то чтобы точку поставить мы сейчас можно вопросы поотвечаем если они есть посмотрим но скажу что можно в принципе любую судьбу поменять правда карма это не то что типа вот временем висит на мне я теперь должен это испытывать я должен извлечь уроки идти дальше это не значит я всю жизнь должен страдать да если я натворил какое-то деяние в прошлых своих воплощениях да мне за это воздастся но если я как сказать страдание это принимаю со смирением и покорностью я понимаю за что она мне приходит и я искренне раскаиваюсь искренне да там не на показ простите меня больше так не буду а искренне внутренне раскаиваюсь потому что я ощутил эту боль и я понимаю что значит я такую же боль какой-то другой душ живой душе приносил и мне сейчас за это дано я это ощутил на себе я понял что ему также были простите меня пожалуйста это может совершить чудо чудо реально чудо поэтому больше благости больше созидания чистоты в доме потому что это тоже влияет это это связано напрямую с эго то все что принадлежит мне это продолжение моего эго и квартира это тоже как некое пространство меня если там беспорядок захламлено все но это тоже приводит болезням отражается во внешнем да поэтому когда я например у меня что-то я понимаю че испытывал какой-то стресс раздражение я сейчас задаю четыре вопроса так что я смотрел или слушал ну то есть что меня выбило из гуны благости потом я задаю себе вопросы что я кушал следующие вопросы задаю с кем я общался и о чем я думал и все сразу понимание приходит нас токсичным человеком пообщался вопрос он тебя настроить на свою гуну или ты его если есть ты понимаешь что ты куда ты что ты конечно ты его настроишь а если нет как правило ты можешь настроиться он там начнет когда-то сплетничать что-то обсуждать позавчера ехал домой что-то случайно у меня включился стендап а там мат на мать и стендап тоже разные бывают и там какой-то такое понимаешь он мне прям деструктив какой-то в голову засаживает я такой нет надо переключиться мне сейчас он будет я хотел бы с благостными мыслями уснуть и посмотрел там мотивирующий фильм про святого человека который мне прям вдохновил очень сильно аж до слез все то же самое с музыкой музыка в страсти я включаю например я и разгоняю прям себя тренировки делал она там мотивирующая побуждающая вечером что-то наоборот благостно звукотерапия тоже работает она тоже гармонизирует все чакры звуки вибрации вообще звук это очень сильная вещь сила слова она капец как работает если я просто встану там каждое утро и буду себе просто зеркало и не знает обработать волшебным образом это работает и красавчик молодец добавьте все получится просто себя напитывай твою любовью которой меня может быть и напитали родители но делать это дисциплинированное постоянно все должен начнет вот это как-то эго моё прокачиваться буду себя лучше чувствовать так о чем поговорим или чё заканчивать будем кончивать меня понесло ведь вообще ты правильно сказала нам в два часа уложиться но он хотели в полтора в итоге плюс-минус полтора-два и уложились посмотрели вообще вопросы какие-то раскрыли или что-то не раскрыли как ты считаешь чем можно еще пройтись ну смотри по онкология это обида это мы раскрыли я так считаю что это обида потому что вот ты правильно сказал как рождается болезнь данная она возникает сначала на тонком уровне то есть привозникает эмоция как воспринимает эта клетка она начинает вибри вибрацию давать ну то есть я восприняла это плохо эту эмоцию вот она вибрирует организм воспринимает что что-то происходит не так дальше как там по плану идет меняется функция органа то есть уже мы видим на на уровне анализов что происходит да но мы же не идем по линице все у нас там что-то с анализом наши ничего не беспокоит низкий гемоглобин например да ты же его не отслеживаешь ну все нормально и нормально усталость там немножко ну бывает устал поработал вот а потом уже это выливается да конечно в органику то есть там уже и органами воспаление начинает так далее поэтому я думаю что здесь проблема онкологии мы наверное чаще чем психосоматика в онкологии это причина питания опять же никого не призываю друзьям и все имеет место быть кому-то нужно это видим опыт прожить но еще раз говорю если вы едите мясо значит вы повышаете риск заболеваний онкологическими то есть вы сразу в зону риска входите сразу же почитайте книгу не сдохни прошу вас она не вегетарианстве вообще там нет пропаганды этого она просто врач показывает на исследованиях там ссылками на авторитетные источники на исследование то есть это не просто откуда-то берется вы там каждое выражение там прямо этих сносок на каждой странице миллион вы можете по ним пройтись и посмотреть откуда это все взято из каких исследований он прям показывает действительно онкология я вот пост писал вчера по-моему да какой очень может быть провокационный но тем не менее там показывал как переводится мясо с разных языков очень рекомендую посмотреть и просто задуматься я не говорю что нужно сейчас от этого отказаться но просто задумайтесь посмотрите поизучайте вопрос по исследуйте мы то что мы едим а мясо это причина как раз таки в онкологии но если говорить про онкологию очень большая доля заболеваемость именно по причине питания не читала эту книгу да классно там прям раскрывается от кема так потом я видела комментарий про колодные конечности я знаю ждала в комментариях то что ну во первых это связано все-таки двигательным центром головном мозге это непосредственно у нас идет оттуда циркуляции вообще как как у нас что второй момент я бы затронула это печень потому что отток генозный отток это и варикоза касается кстати варикоз там там обрати внимание на печень но печень это тоже кстати в печени пожалуйста гневливые люди да да сразу летит печень ну реально если ты привык гневаться до свидания печень печени представляете фильтрующий орган да если полетит печень но все капец там весь организм сразу летит все взаимосвязано вот еще был вопрос так а со своей стороны к этому добавлю кстати я видел твой комментарий это кстати к тому что вначале исключите физическое давить ну реально можно психосомате реально может быть на физике но как правило все равно где-то там будет все равно скрыто что-то психологически если психологическое возможно что человек просто в постоянном опять же стрессе находится постоянном таком нерешенном каком-то конфликте я бы даже сказал какой-то конфликт с чем конфликт надо посмотреть дело по моему себя на стене тоже на него же ответил ты получаешь со своей стороны на себя да там вот потому что конечности у нас тоже холодеет когда мы оцепенение какое-то чувствуем какой-то страх какой-то неуверенность и так далее давай дальше дальше дырявый кишечник еще писали по поводу этого тоже затронули развернули поэтому не будем останавливать так варикоз сказала про зубы был вопрос то что зубы выпадывают длинный такой комментарий был первое было я выписала но я тебе выписала кратко там зубы гипертоническая болезнь ожирение при том что человек ведет здоровый образ жизни мужчины и предстательная железа то есть тут уже идет нарушение ну вот с моей точки зрения да как я вижу это нарушение обменных процессов это нарушение гормонального фона возможно они как-то вместе взаимодействуют то есть либо сначала гормональная пошло потом обмену сейчас нарушить либо наоборот ну и что-то психологическое есть потому что если ты занимаешь ведешь здоровый образ жизни а у тебя все еще это нарастает защиты не хватает хочешь быть больше да да ты как некая некий скафандр наедаешь чтобы защищаться есть такое заедаешь то есть пожалуйста я могу заниматься спортом легко но при этом жрать просто больше чем я занята чем я трачу на спорте элементарно все а если у меня профицит больше чем дефицит вопрос времени когда я растолстею элементарно вот я приехал к родителям на два месяца пожить а там выпечка а несмотря на то что мама знала что я вегетарианцы готовила мне как все поясок на едой по месяцу я сейчас его сгоняю и такое видно как бы чуть-чуть он такой колтается ничего такого я его быстро уберу ну вот два месяца чё говорить про человек который там годами живет и пищевые привычки просто поменять можем все пищевые привычки это одно из самых сложных привычек которые поменять тяжело и вот он тут двойную функцию выполняет мы едим через него мы говорим через него и насыщаем желудок поэтому язык это дом твоего бытия не зря так говорят реально и пищевые привычки ну тут что я могу посоветовать опять же разум укреплять мы на самом деле хотим не что-то есть конкретное мы хотим вкусно в первую очередь и данным что дает она нам дает наслаждение но так и сюда здоровье дает до здоровья энергию и наслаждение это цели питания назовем так цели питания и конечно если это будет невкусно какая разница какой там она мне просто невкусно я уже не хочу поэтому первое правило нужно быть вкусно это это важное правило вы даже не представляете я когда начал насколько я открыл для себя мир вкуса я просто обалдел да и пожалуйста можно есть тоже мясо вот есть сосиски пшеничные поел это наши восточные сосиски вот один один вкус ветчину пшеничную ел прям один в один ветчина не поменялся вкус но она пшеничная она не из мяса фильме не вегетарианский ну то есть можно даже вот сейчас такой разнообразный рынок можно на тех же вкусах сидеть вообще ничего не поменяется мясо соевое гуляш ел недавно обалдеть ничего я прям как будто бы вот ну вкус говядины там но при этом это соя поэтому должно быть просто вкусно а вкусно это специи конечно и ну разнообразие определен вот там что-то те женщины еще говорила до зубов разума ничего сказать не могу посоветовать и со стоматологом лучше сходите к этому врачу а потому что они выпадать могут по разным причинам даже люди которые например на вегетарианство садятся но это редкий случай на бывает начинают выпадать зубы начинают выпадать волосы ногти лететь вот это дефицит определенный какой-то чего-то это надо просто смотреть ну чекам организма делать потому что так вот ну как скажешь зубы выпадают вы узнаете какая причина вообще без понятия ну вот все что связано с мочеполовой системы и уже сегодня тоже поднимали это рассказали питание я тоже сейчас поделился насколько это можно но тут надо все равно каждый случай он индивидуальный нужно смотреть и изучать что там первое так реально ли болезнь которая проявилась длится годами десятилетиями причиной было психосоматика излечить без операции до варикоз да это вообще спокойно можно излечить вопрос времени если просто делают склейки но это не решает проблему то есть сделал склейку в этой вене потом пойдет другая вена и так будет по накатанной пока не решится проблема проблема варикоза если ты делай физиологии то это печень так дальше или тут только отрезать и чтобы не появился 5 так зубы их потеря это тоже психосоматика и потерянные зубы можно вырастить вновь или это уже только в следующей жизни ну кстати по поводу вырастить вновь я много лет назад читал очень крутое исследование как стоматологи а пытались акули ген привить в зубной промышленности а у акулы чтобы вы понимали у нее там просто миллиард зубов если он выпадает он вырастает там что-то моментально причем здоровая от начала до конца жизни но не знаю какой сейчас стадии технологии в стоматологии честно не могу сказать что-то мне кажется что что-то можно сделать вопрос только математериальных денег вот и все любой зуб можно поставить в принципе ну да если вот мысль мы пока этот вдруг затронули сейчас понятно что наверное визуализации его не вырастешь хотя я вот изучал хелинг мне мастер говорил который меня обучал что он пытается вырастить зуб татахилингом но не знаю если вдруг вы вырастет я поделюсь обязательно этим интересно про зубы а допустим если у человека выпал зуб давно же все равно смещение костей черепа происходит мышцы подстраиваются дефицит зуба так скажем и краснодаре уже есть даже специально коллаборации врачей врач кинезиолог и врач соматолог и они с помощью мышечных тестов смотрят то есть нужно этот зуб туда или у тебя уже настолько все подстроилась что если мы вставим зуб то у тебя как бы все пойдет под под откос тоже интересно так давай дальше еще вот лишний вес у мужчины который ведет здоровый образ жизни и плюс к этому гипертонии проблемы с предстательной железой гипертония это давление это может быть с образом жизни связано легко из психосоматика однозначно лишний вес надо смотреть он у него сразу был с рождения такой или какой-то момент жизни он появился посмотреть потому что бывает такое что человек например получил тело атлета в прошлой жизни но не ценил это зажирял заедал ему в качестве кармического урока может на тебе толстяка почувствуй каково это легко дать такой даже вот с точки зрения вот такого если рассматривать вот а вообще любая болезнь пожалуйста проследите это очень хорошо рассказывает дима троцкий есть такой бывший хиромант там систему матрешки рассказывает тоже одухотворенный человек очень много лекций у него книга покаяния хорошая у него есть и он еще говорит отследите когда эта болезнь началась ну то есть окунитесь пошла где-то она начала появляться любая абсолютно болезнь например там диабет да он когда-то все равно вас начал появляться и появился и посмотрите плюс-минус там полгода что вообще там произошло какая конфликтная ситуация с каким человеком неразрешенные вот надо будет копать могут быть родители могут быть какие-то ваши там жены мужья дети это что угодно может аллергическая реакция иногда бывает проходит а элементарно просто ребенок отпустил во взрослой жизни ситуацию из прошлого когда эта аллергическая реакция появилась через проработку все она уходит может такое быть далеко вообще у меня мама аллергической реакции страдала чтобы вы понимали вот у меня код я прихожу к ней у нее сразу глаза слезятся высыпаются то есть кота нет но есть как бы я принес на запах то ли порсиночки да настолько сильно аллергия у него была прошла на мой курс пошла вот этот путь к себе пошла аллергия полностью сейчас кожу живет в нем души не чая вообще пост сильнейший же аллергия она ушла у мама прям копилась там очень много всего в ней обид гнева всего там накапливалась невыраженной вот она это все отпускала в проработках ушло тоже как косвенно как-то косвенно так тогда давай финале давай финале из книг который я рекомендую еще раз я перечислю время black 3 энергии субботиалова аюрведа легко и просто я ее не не озвучивал сегодня очень рекомендую не сдохни субботиалов михаил субботиалов аю изучаем аюрведу легко и просто не сдохни еда в борьбе за жизнь майкл грегор у него много разных вариаций но вот именно вот эта книга да не сдохни там больше ничего практически нет радикальное прощение а их тоже много самую первую вот которая самая оригинальная самая первая без всяких дополнений радикальное прощение и дорогого адгита это священное писание это врата ведические знания это книга которая вообще может заменить всех абсолютно в этой жизни и дать полное понимание всего так и по бонусу еще раз почитать поминали сегодня да все это тоже автора она одна ее не спутайте очаровательный кишечник очаровательный что там она прям замечательно пишет мне очень нравится а еще книгу я сегодня упоминал до возлюби болей свою синельников и эффект теломер да звучит как-то научно но книжка вообще написано простым языком которая просто проясняет что укорачивает вашу жизнь на что удлиняет не прям проводили 40-летние исследования и защитили нобелевскую премию нобелевку получили два биолога поэтому вот теперь по подальше значит еще раз просим вас кто посмотрел и досмотрел написали честный открытый искренний отзыв как есть да что узнали нового какую мысль главного вынесли может несколько напишите ну вот что-то одно все равно кто-то унес однозначно что-то кто-то унесет насколько было полезным да насколько было интересным а чё бы хотели чтобы было может быть улучшено там в этом взаимодействии да это тоже нас развивая да мы это потом читаем и это нам помогает делать контент для вас лучше вот пишите это у меня и у эвелины да под одним и тем же видео потому что она будет у нее и у меня и то значит и важно написать что было понимание хочу подарок просто где-нибудь в конце можете написать я значит буду понимать что с вами можно связаться и вам его вышлю вот вышлю я его обязательно в telegram не вконтакте потому что у меня это все находится в telegram все эти модули всякие там практики и так далее поэтому я просто дам вам ссылку мне напишите вам скину вот ну все вроде уложились ровно в два часа будем заканчивать да давайте ребят во благо всех живых существ пусть вам это будет полезным пересматривайте смотрите спасибо что досмотрели спасибо эвелина что ты была инициатором позвала и организовала этот эфир очень тебе благодарю за это низкий поклон зовите еще за передачу своих знаний потому что но это очень глубоко очень и это намного интересные люди не осведомлены об этом и хочется чтобы как можно больше людей знали что как что и зачем это вообще все происходит у меня миссия такая проповедовать и давать это потому что я вижу как это сильно гармонизирует жизнь я просто бегал в материальном мире в плане денег пытался их достичь и достигал плане здоровья ну то есть все что можно материальном мире перепробовал но как будто не то знаешь как будто что то есть еще глубже духовный мир на же всегда как принято о политике а там о чем еще говорят не говорить и о национализме ну типа вот обсуждать там расовые какие-то предпосылки и о религии давайте говорить не будем и все у меня это как убеждение когда что-то где-то появляло слово бог для меня это было сигналами красной тряпкой и очень многих людей так у людей появляется какой-то страх когда они это слышат что-то какие-то там видимо внутренние отключаются механизмы убеждения установки там какая-то сектантство еще чего-то в общем полная ересь но когда я начал в эту сторону смотреть реально жизнь просто но поменялась лучше сторону поэтому рекомендую соприкоснуться с этими знаниями каждому все заканчивать